друзья всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели но прежде чем мы идем на выходные конечно же нужно еще разобрать текущую торговую сессию и сегодня с позиции экономического календаря есть на что обратить внимание во первых это выступление кристин лагард которая как вы знаете возглавляет европейский центральный банк она состоится в 10.00 по московскому времени и также сегодня два важных отчета для того чтобы еще больше понятия о текущем состоянии американской экономики это личные доходы и личные расходы которые будут увлекованы классически для американской статистики в 15.30 по московскому времени отработаем эти данные и спокойно друзья будем уходить на выходные хочу вам пожелать прекрасно провести время в понедельник я вас всех жду снова в строю у нас классические две встречи это и брифинг и еще вебинар правильный понедельник с большим удовольствием вас всех взять приглашаю на него не забывайте подписываться на наш канал оставлять вопросы если есть что вы хотите узнать и спросить ну и конечно же не забывайте ставить лайки ну а теперь предлагаю еще раз объективно незамыльным взглядом взглянуть на то что на финансовых рынках происходит и начнем с рынка нефти 41 56 бренд подрастает если сравнивать с котировками вчерашнего дня уже цены повыше но я не просто так сделал акцент сейчас на слово объективно друзья вот на чем идет этот рост на ухудшение ситуации вокруг корона вируса ранее я уже говорил о том что есть тревожные сигналы эти сигналы приходят буквально со всего земного шара следите за статистикой джона хопкинса исследовательского центра там все подробно регионально расписано всемирная организация здравоохранения подтвердила факт значительного роста количества заболевших в сша странах латинской америки в китае и в европе и более того я хочу сказать друзья то что накануне был зафиксирован не просто высокий показатель числа заболевших в штатах а рекордный я уровень 45 с половиной тысячи новых подтвержденных случаев коронавируса и если чуть-чуть углубляться в эту тему если вдруг она вам интересно я думаю что информации можно найти очень много в ряде штатов где ситуация совсем плохая отменяются послабление касающиеся карантина вновь вводится меры а социального дистанцирования и все-таки как ни крути ну реально начинает раздеть уже глобальным риском а второй волны не нужно недооценивать последствия того к чему это может привести у нас опыт уже есть друзья мы с вами работали с этим риском на протяжении начала 2020 года и к сожалению что-то подобное может случиться вновь поэтому как для рынка нефти нужно использовать этот фундамент вы должны понимать что если такими темпами ситуация вокруг к вида 19 будет развиваться и дальше это негативно отразится на восстановление в которое очень многие верят без восстановления не будет достойного спроса на углеводороды поэтому локально сейчас конечно же такие появляющиеся очаги коронавируса не должны были быть причиной распродаж рынка нефти но вот нет все-таки решила продолжить тренд восходящий а прошлых недель и сейчас вот снова отыгрывает понесерные ранее потери претендуя на новые локальные максимумы запасы также выросли друзья на 1 4 миллиона третью неделю подряд рост запасов был зафиксирован и важно еще отметить что производство добычи нефти сша увеличилось на полмиллиона баррелей в сутки это опять возвращаясь к тому что рост цен на нефти будет мотивировать американский сланцевый бизнес возвращаться в эту отрасль и соответственно впоследствии дополнительные дополнительное увеличение добычи со стороны сша станет еще одной такой фундаментальной надстройкой которая сначала будет тормозить рост котировок нефти из-за того что спрос все-таки останется подавленным а впоследствии можно привести к еще большему снижению хорошо что вчера в продаже я не залез друзья но я все равно уверен то что с таким фундаментом дальше у нас будут только короткие позиции я лично жду понедельника если ситуация прояснится собственно расскажу о своей торговой активности индекс доллара 97 31 американская валюта растет это хорошо друзья индекс доллара наша долгосрочная торговая сделка мы не говорим много сейчас готов выделить несколько факторов благодаря которым индекс доллара в портфеле нужно держать пока с точки зрения бая ну во первых у нас не достигнут еще уровень стоп-лосса которым я также очень много говорил это фактически минимальное значение последних трех недель еще отголоски выступления джерома паула руководителей фидрезерва а сейчас доллар растет благодаря своим защитным свойствам опять же эти защитные свойства полностью опираются на факт ухудшение ситуации вокруг коронавируса также и геополитические риски советник белого дома а браин ранее обвинил китай в краже интеллектуальной собственности в сокрытие факта начала распространения пандемии и также в пропаганде которая осуществляется через соцсети китая это явно будет способствовать ухудшению отношений и без того остающихся натянутыми между пекином и вашингтоном что касается а прочих фундаментальных факторов прочих геополитических рисков сейчас многие следят за тем как развиваются отношения между китаем и индией и мы тоже друзья должны следить потому что судя по всему попахивает очередным жестким военным столкновением вблизи района кашмира я не знаю к чему это приведет но судя вот по последней информации к этому району стягивается военные силы и возможно действительно мы будем активнее говорить об этом уже на следующей неделе по статистике вчера мы ждали блок данных заказа на товар длительного пользования первичные заявки на пособие по безработице годовые данные по ввп но неоднозначная статистика заказа прям в космосе в плане роста 15 8 годовые данные по ввп это оценка первого квартала поэтому но наверное мы на что-то хорошее не рассчитывали потому что с первым кварталом уже все было ясно и понятно сейчас нужны уже обновленные данные по второму кварталу поэтому я считаю что не нужно негативить из-за того что был зафиксирован ожидаемый логичный спад первом квартале вот на 5 процентов сегодня личные доходы личные расходы они могут поддержать дополнительно уверенность тех трейдеров поднять оптимизм касательно того что сша остается на пути экономического восстановления как раньше я вам говорил друзья что чем лучше сейчас статистика тем меньше шансов а на новые меры стимулирования со стороны властей и тем меньше шансов ставить на риск девальвации доллара из-за роста денежной массы поэтому фон который сейчас складывается это фон способствующий тому чтобы бежали мы с вами индекс доллара в длинных сделках евро доллар 1 12 35 здесь все без изменений в принципе из-за ожидания роста доллара риск должен быть под давлением сегодня послушаем кристин лагард в 10.00 по московскому времени что она скажет но не думаю что какая-то мощная реакция на евро будет все-таки сейчас главная движущая сила рынка доллара но в целом я ожидаю позиционного снижения по фунту с этой валютной пары вы знаете как я работаю я рекомендую здесь короткие позиции 1 24 29 сейчас уверен то что в перспективе уже ближайшего на месяц июля мы сможем добраться до цели 1 21 21 потому что и фон и политические риски и потенциальное укрепление доллара пока этому располагает и доллар канадец держим длинную позицию 1 36 30 на этом все друзья спасибо за внимание хорошего вам закрытия недели до скорых встреч до понедельника всем пока